Здравствуйте всем! Всем огромное память итальянских ча! У нас уже пол второго. Я сегодня отработала. Мы сейчас едем забирать мою Дашуньку. Ну и по магазинам тоже надо будет съездить. Сегодня с утра разговаривали. Сегодня с утра приходили медики к моей бабулечке. И был его сын с невесткой. В общем, разговаривали. И, может быть, как-то её поместят на время. В какой-то онкологический центр, чтобы привезти её спать в порядок. Это нас трясёт конкретно, потому что мы едем через рисовый поляр. Ладно, переключимся. Так вот, снова поместить её временно в онкологический центр. Чтобы подготовить её комнату, надо будет привезти специальную кровать, чтобы они ей привезли бесплатно, это ей всё дают. Какие-то приспособления, чтобы она могла дома находиться. В общем, дай бог, конечно, чтобы её потом вернули домой, а не навсегда в больницу. Потому что если в больницу попадаешь, вот как с нашим свёкром случилось, не дай бог. Так что будем надеяться, в общем, так сказать, у нас сегодня весна конкретная, в квантиграде 16 градусов. Но эта машина нагрелась, потому что в машине пока за 16, ну, наверное, около 10 градусов есть. В общем, весна весной. А, дела уши-то. А, где всё дела? Это мы сейчас приехали в Басилунгу, перед тем, как ехать за машиной, посмотреть, можно здесь что-то найдём. Получше подарочек для сына и невестки, сеньоры. Смотрите, сколько много наборов всяких. Но это, конечно, большие. Хотя есть, и не сильно большие. Нормально. Посмотрим, какие тут будут. Какая прелесть, ненки. Ну, какое солнце, смотрите, у нас. А вот, с той стороны, там магазин. Много магазинов разных. Сейчас мы заберём Дашуньку. Заплатим. Посмотрим, как они сделали. Доктор Глаз. Смотрите, какая прелесть. У меня новые, новейшие, прямо в стекло, вы представляете. Счастливый тот, кому достанется машина. Потому что у меня стекло действительно было флаком в состоянии. А сейчас поставили новое стекло. Чистейшее. Ну, наконец-то. Я такая довольна, как будто эта машина всегда будет со мной теперь. Так, и вот смотрите, какой мы подарок интересный взяли. Я такого ещё не видела, чтобы именно с оливками. Называется Армония Дель Сапори. Гармония от вкусов, в общем, можно так сказать. Сейчас я положу его аккуратненько. Смотрите, что тут есть. Здесь есть вот эта жирная колбаса, которую едят на Рождество, Новый год. Вот, которая мне не нравится или не нравится. Видите, здесь оливки. Какие-то маринованные. Здесь, по-моему, субы тоже есть. Ну, вот лентики, чечевицы. Вот, если катакин, значит лентики. Тоже паста. И чёрное вино, красное вино. То есть, видите, вот такой набор. Я такого набора ещё не видела. Так что, всего 9.90. Так что, завтра после обеда, где-то вечером, будет время. Пойдём, зайдём к ним буквально на пару минут, чтобы тоже, как говорится, в ответ тоже поздравлю их с Рождеством. Завтра у нас предрождественский вечер, как за преддень. Называется Виджили. Виджили для Натали. Ну, так же, как и у нас. По-моему, сочельник перед Рождеством. Это сочельник, да, у нас называется. А здесь Виджили. Вот такой вот подарочек. Вроде неплохой. Вот. Классный, да? У нас уже вечер, как вы видели, уйти уже темно. Мы только что отужинали. Едем снова по магазинам. Слушайте, так неудобно, когда вот именно сейчас я работаю постоянно, каждое утро. Сегодня такой конфуз вышел с Рыну. Хотела ему подарок купить. И вот, когда мы поехали, когда мы поехали за машиной, вот, и я показывала там много магазинов напротив, ремонтные, я его попросила, я зайду сейчас в один магазин, побудь на улице, тем более на улице у нас сегодня, там весна была, 16 градусов действительно было на улице, прямо жарко было. Говорит, можешь подождать на улицу? Он говорит, ну, смотря долго, недолго. Говорит, нет, недолго. Нет, он все равно зашел со мной в магазин, вот, и начал ходить за мной по пятам. И я ему когда-то сказала, ну, я же тебе попросила, я говорю, оставь меня одну, побудь на улице. Так он обиделся, представляете? Обиделся. Так, что я еду домой. И ушел, представляете? Я думаю, ну, ладно, подарок вот спокойно куплю. И действительно, у меня не получалось почему-то именно после обеда, как говорится, ехать искать подарки. Вот, не знаю, что так получилось. Ну, зато я ему купила. Купила хорошую такую, прям, ну, потом покажу. Когда будет рождество, когда я ему подарю, потом покажу. Вот. От него подарок я не прошу, потому что он мне и так сделал подарок. Пусть стекло поменяли. Это же действительно стоит хороших денег, чтобы поменять стекло. Зато теперь такое стекло у меня, новейшее, чистенькое, прям аж так хорошо видно. Прям любит дорого ездить. Мы сейчас едем снова в Мэдди. Я там хочу моей бабулечке купить кое-какой подарок. Вот, что-то сладкое. Вот. Посмотрим, подумаем. И надо купить, найти панеттони для свекрови. Чтобы панеттони именно без коробки был, а именно в целлофане. Можно, чтобы можно было пощупать. Так и было, отбирал. Так и казалось. Ну, это было. У нас тут украшают так красиво. Пяшка подручивает теперь. Ага. Вот. А потом мы поедем... Вау. А потом мы поедем в супермаркет большой Оби. Нам надо купить новый светильник в комнату Никиты. И мы туда прикрутим лампу, которая разными огнями в общем играет в рождественские. Будет красиво, когда поставим, установим. Вот. Вот с этой стороны, с правой стороны, там есть один балкон, где очень много гирлянд вешают сейчас. Попробуем свернуть сначала. И туда поедем в ту сторону. Я покажу вам. Вот. Уже видно вот тот балкон. Сейчас поближе подъедем. Он на втором этаже. Очень много всего понавесили здесь. Красава. Люди вешают. Козащая сопра? На пала. Пала. Альтра мы ведем козе. На альтра на козе, где я на патру полуарю. Ага. Люди, я сколько первых козе. Вот сколько огней. Это мы сейчас едем вокруг города. Вот там наш город слева. Едем вокруг города. сразу купить светильники. Может быть там рядом супермаркет заедет кто-то. в салону. Как красиво. Обе все в гирляндах. Смотрите. Молодцы какие. Эбэли? 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 Ну, сейчас будем искать светильник. Рыбки плавающие. Так долго искали, не могли найти именно подходящую. Нашли вот такую вот. Одна лампочка. Поменяем. Чтобы можно было эту светящую все включить. Окей. Насколько разных лампочек. Можно, видите, менять цвета. это дистанционное управление. Самим переключать. И разные цвета будут. По 10 евро, по 12 евро. Разные лампочки. Ну, все. Нашли. Светильник. Рождественские цветы. Ну, завтра будет ажиотаж на эти цветы. Завтра последний день. Правда? Потом пришли погулять. Посмотреть здесь на эти на гирлянды. Ага. Цена мази, правда. Спасибо. Вот этот олень. Такой классный. Такой смешной. Кстати, он стоит. Представляете? Стоит. И сколько же ты стоишь такой олень? Интересно. 15 евро. Я своего тоже за 15 купила, но он хоть поет и двигается немножко. Но этот смешной тоже. Чудик. Чудик, чудик, чудик. Вот тут городок какой. Надо включить. И заиграет. Когда вблизи, хорошо видно, а когда издалека, надо, чтобы сильно темно было, чтобы были видны эти фигурены. Эти ветки прям шикарные. Смотрите. Как будто как бы то во льду. Какая прелесть вообще. Ветки. Это в снегу, а это во льду. А, это венок такой. Эти ветки, наверное, длинные точно. О, какая прелесть. Костелюнга. Костя, ротонда. Классные ветки. У меня такая ветка. Это супра-палка. Нам это супра-палка. Ёлки, 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 палки. Ёлки, палки. Палки, ёлки, палки. Ёлки, польки, польки. Польки, польки. О, гусики, гусики. Они вангуты и ёлки. Вот эти, конечно, хорошие. У меня, типа, таких есть. Но они путаются. Заразы такие. Потом распутывать их. Знаете, как тяжело. Лучше такие не брать. Лучше такие не брать. Чудик какой классный. Грибочки. Я бы вам показала, какие лучше брать. Только их здесь нет. Снимай, парни, шкукум-тармелла. Просто три кальянки. А тут диски не портали. О, койса вендута. Давай, они уже виджели, оно на прозе анкора. Это уже продали, продали, закупили. Чё-то они не спешат забирать. О, ка бэло. Я решила уже после новогодних праздников взяться за худение своё. Вот так вот. На ужин, блин, едим, главное, суп-пюре такой, из спаржи. А после ужина нажираемся, йоколомо, на калориями. Такой прикол вообще. Мы уже после Солунги, после того, как попили капучино с тортиком, я говорю, давай зайдём ещё в магазин в Пьяца Италии. Потому что я хочу ещё одну шапочку лёгкую такую найти. Такой уже красноватый, такого розового цвета. Вот, бодрового, может быть, что-то такое. И идём через парковку. И нас зовут. Какие люди? Представляете? Катюшка со своим Леом, с сыночком и со своим мужем. Вообще, это такая неожиданная встреча. И мы, конечно, в Пьяцу Италии не пошли в магазин. Мы стояли минут 20, балакали. Ну, всё-таки такая неожиданная встреча. Может быть, до Нового года, после Рождества, до Нового года, может быть, получится так, что заедем к ним. Вот. Не просто в гости. Ну, так. Заодно и в гости. И надо по делу, в общем. Я такая довольная, что... Какая? А что, да? Красава, ну, да. А Россу? Как быть, хорошая форма, да. Ага. Такая довольная, вообще, что встретились, так давно не виделись, в общем, поболтали душевно. Ну, всё, мы покуляли. Хорошо. Мы купили, кстати, моей бабулечке. Я купила два таких набора именно сладостей, потому что подарок ей не нужен в её состоянии. Ну, она, смотрю, у неё аппетит хороший, так что купила ей сладости кое-какие, заверну красиво и завтра принесу, подарю. Едем домой. О, там ёлка с падающей звездой. Это фабрика... Как с кем? Гуччи. Гуччи, гуччи. Здесь escrito «даванти». Не знаю. Видно, мне сигни сута. А, си, я веду. Ну, там, вот видите, написано «Гуччи». Вадаванти, лови. Знаменитая гуччи итальянская. Большая, кстати, фабрика. Си, си, я веду. Сейчас поедем через город, тоже мне нравится смотреть на всякие гирлянды в домах. Красивые. И черт, паркейджи. Мадай, ну, я ману, сельве паркейджаре. Ферме перуна, тимону, шляма и басту. А, джаве. Убой, савой, аня макуной. Да. А, бипетя. Видите, какая там звезда красивая. Это площадь привокз... Ну, не привокзальная, это площадь перед жд-вокзалом. Это площадь кавур. И там дальше, видите, круглые гирлянды. А, мы и на право. А вот наш пупол. Вот как красиво сколько гирлянды. А вот эти, видите? Видите, они, которые мне нравятся, которые лампежат. Эти, они же такие, что в Китае. Си, в Китае лампежат. В Китае, видите, обе, они так же. Видите, какие-то маленькие, но лампежат все. А мы все на гирлянды смотрим. Красивые. Ёлка красивая. Альбера лапежа, видите, очень лапежа нос. Красивая. Очень красивая. Альбера лампеджат. Лампады вверх. Ди новые, кажется, что-то не лампеджат. Ага. Сегодня хорошая погода. Сейчас вечером, наверное, на катке люди еще есть. Да, кто катается, вон молодежь. Там каток. Катается. Ну, хорошо когда погода хорошая. Люди катаются, приходят на каньках. Только когда дождь. Конечно, они всегда хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин